О поддержке фермеров на Кубани мы говорим сегодня с начальником управления развития малых форм хозяйствования и сельхозкооперации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаилом Трубилиным. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка предпринимательской инициативы» в Крае реализуется федеральный проект «Система поддержки фермеров и сельхозкооперации». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, какие цели и задачи ставятся, какие сроки исполнения. Этот федеральный проект работает с 2019 года. Самая главная задача – это привлекать людей, создавать им рабочие места на селе, развивать аграрный бизнес. В рамках этого регионального проекта есть два мероприятия. Первый – это грантовая поддержка «Агростартап», так называемая, которая направлена на развитие малых, совсем только новых крестьянских фермерских хозяйств, которые только что зарегистрировались. Средства предоставляются на приобретение поголовья, на приобретение новой техники, оборудования, на строительство каких-то производственных объектов, на ремонт и так далее. С 2019 по 2024 год на реализацию этого федерального проекта федерации выделено более 500 миллионов рублей. 2019 год прошел успешно. Мы видели очень большую заинтересованность представителей малых форум хозяйств в этой поддержке. Более 100 заявок поступило нам на гранты. Из них, конечно, смогли удовлетворить только 36. Второе направление – это субсидирование сельхозпотребкооперативов. Субсидирование понесенных затрат на приобретение техники и оборудования, субсидирование понесенных затрат на текущего характера, на ремонт, на закупку продукции, произведенной членами сельхозпотребкооператива. То есть кооператив у них это покупает, и ему еще субсидируют какую-то часть. Это очень выгодное для кооперативов направление. В этом году мы ожидаем большой спрос. А какие цели и задачи в рамках этого исполнения федерального проекта ставятся конкретно перед региональным сельхозом? Основные цели и задачи, которые поставила федерация, это первое – привлечение новых членов кооператива в кооперативное движение. Это создание новых рабочих мест и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Все эти целевые показатели регион выполнил лучше, чем это требовалось, то есть показатели больше, чем установленные. Давайте поговорим о сельхозкооперации. Насколько она вообще развита у нас в крае? Активно или неактивно создаются сельхозкооперативы? И что вообще нужно для того, чтобы создать его? Сельхозкооперация у нас пошла в активный рост с 2017 года. В 2017 году в крае появилось две новые господдержки. Это гранты начинающим и действующим кооперативам. Действующие кооперативы – это те, которые уже больше года осуществляют свою деятельность, которые уже какие-то финансовые результаты показывают. Они могут получить до 70 миллионов рублей на развитие своей материально-технической базы. Это федеральная программа, софинансируемая с краевыми средствами. И также есть грантовая поддержка начинающим кооперативам, которые только зарегистрировались до года. Очень популярная поддержка. Она пользуется большим спросом. Она активно стимулирует развитие кооперации, стимулирует количество новых кооперативов. То есть люди объединяются, создают свои большие мощности по переработке и сбыту продукции. Если в 2017 году у нас в крае было зарегистрировано порядка 130 кооперативов, то на сегодняшний день эта цифра составляет 180 сельхозпотребкооперативов. Причем, если 2-3 года назад половина этих кооперативов, грубо говоря, просто болтались на балансе, они были зарегистрированы, но они по факту не работали, не осуществляли свою деятельность, либо были вообще на стадии ликвидации, либо на стадии банкротства. То есть очень проблемных и неживых было кооперативов, то сегодня ситуация кардинально поменялась. Пришли новые люди, пришли молодые инициативные фермеры, которые все это оживили, заработало это движение. Ощутимо выросла выручка кооперативов по сравнению с 2017 года больше, чем в 2 раза. Увеличивается доходность, обновляется материально-техническая база. Так как мы знаем, что без обновления машино-трактного парка, без инноваций, новой техники, развития невозможно. Поэтому все довольно-таки хорошо идет сейчас. А как это вообще происходит? Как люди объединяются в кооперативы? Какие требования существуют или что? Ну, есть 193-й федеральный закон о сельскохозяйственной кооперации. Там все довольно-таки прозрачно написано, как создать кооператив, как его зарегистрировать, каким требованиям он должен соответствовать. Я в это углубляться не буду, но если в трех словах, то достаточно 5 человек, 5 сельхозтоваропроизводителей, грубо говоря, чтобы зарегистрировать кооператив. Обычно это выглядит так. Члены кооператива собрались, у них есть свое производство, занимаются овощами, может, у них свое поголовье и так далее. Они скидываются по яме, приобретают общее кооперативное оборудование. И вместо того, чтобы каждый сам нес затраты, тратился на какую-то переработку, на подработку, у них есть материально-техническая база кооперативная, которой они все пользуются. У них есть возможность сделать большие пулы продукции, и есть возможность с большими объемами выходить на торговые площадки. Это очень сложно сделать разрозненно. Поэтому вот это основные плюсы кооперации. Ну, был какой-то стоп в сознании людей еще несколько лет назад? Да, как сказать. У нас очень молодое кооперативное движение. Если мы будем сравнивать с лидерами мировыми или европейскими, то у нас очень молодая кооперация. И, конечно, потребовалось время, чтобы людям донести, объяснить. У нас, хочу отметить, два года назад был создан центр компетенции. Это такой центр консультирования, где сидят компетентные люди в этом вопросе. Кабинеты есть в каждом муниципальном образовании Краснодарского края, куда люди могут прийти, задать как раз вот эти вот вопросы, вопросы организационно-правовые, как им быть, как зарегистрировать, проконсультироваться. Эта информационная работа проводится и сегодня. И люди уже, результат виден, люди понимают. И видят плюсы. Плюс к тому, что у нас есть положительные примеры. За это время у нас появились сильные кооперативы, которых получилось выйти и в торговые сети, которые наладили свой сбыт, которые торгуют и здесь, и за границы региона возят свою продукцию. То есть есть куда приехать, посмотреть наглядно. Приведите примеры, какие именно? Есть несколько кооперативов разных направлений. Если мы говорим о молочном направлении, то в Славянске работает кооператив фермы настоящих продуктов. У них порядка 12 членов кооператива, которые объединились и поголовьем, и сырьем. Они перерабатывают молоко, делают кисломолочную продукцию. Эта продукция представлена в премиум-сегменте на полках Краснодарского края. Есть молодой кооператив в Кореновском районе, Кубанское поле, это овощники. Они с 2017 года зарегистрировали свой кооператив и идут просто вперед семимильными шагами. Они уже построили, готовятся вводить в эксплуатацию плодовощехранилище, порядка тысяч тонн единовременного хранения. То есть у них теперь появляется возможность торговать круглогодично. Им не надо за первую попавшуюся цену сбрасывать весь свой товар. Теперь они могут ждать цены. Это очень большое преимущество. Это как раз было сделано на средства грантовой поддержки. Есть кооператив очень хороший овощной в Ейском районе. Порядка пяти семей сразу приходит на ум, то есть движется. Я так понимаю, там смежные какие-то направления деятельности, да, и они объединяются так, чтобы у них проходил замкнутый цикл производства, да? Да, самое верное, как они и делают. Они просто, так как говорят в народе, на берегу определяются, кто в каких объемах какую продукцию выращивает, делают карту производственную и в соответствии с ней работают. Они знают уже те объемы, которые они планируют реализовывать. А не было боязни, что это возврат к тем советским колхозам? Нет, это же не колхоз. Они все свое имущество, земли и так далее оставляют себе. Никто у них это не забирает. Они распоряжаются, они собственники остаются. Они, значит, члены кооператива складываются по яме. Да, они несут субсидиарную ответственность за деятельность кооператива, но это совсем другая формация. Это предпринимательство, это бизнес. Плюс к тому, что потребительский кооператив в соответствии со студентом с третьим федеральным законом – это некоммерческая организация, которая нацелена в первую очередь на доход своих членов. Поговорим о поддержке. Что нужно делать фермеру или каким нужно быть, чтобы он мог рассчитывать на государственную поддержку? Каждая поддержка влечет за собой свои требования, совершенно разные. Если мы говорим о семейной и животнооческой ферме, к примеру, то это должна быть ферма, которая работает более двух лет, где в прямом родстве члены этой КФХ, она должна находиться в сельской местности, должны отсутствовать задолженности по налогам, должен быть разработан свой бизнес-проект, который рассчитан на пять лет минимум, потому что если фермер получает эти средства в течение двух лет, где-то двух, где-то больше, в зависимости от направления, он должен все эти средства потратить и освоить, и отчитаться в Минсельхоз. И далее в течение следующих трех лет, то есть в общей сложности пять, все имущество, которое приобреталось на средства гранта, не подлежит ни аренде, ни дарению. То есть этот проект должен работать и должен работать строго в соответствии с тем бизнес-планом, который этот фермер предоставил министерство, и министерство обязано за этим следить. Плюс к грантополучателю выдвигаются требования, естественно, потому что государство заинтересовано в отдаче и в росте. Значит, по созданию рабочих мест, по приросту производства продукции либо в каких-то направлениях, это прирост объема реализованной продукции. И если грантополучатель все успешно это выполняет, то к нему никаких вопросов. Пять лет он работает, а дальше распоряжается, как считает нужным. Ну, конечно, мы хотим, чтобы это и больше, когда это переваливает за пять лет, чтобы это работало и приносило пользу. Если у него не получается в силу объективных причин, я не знаю, стихийные бедствия, что-то еще, ну, что в этом случае? Есть известные рыночные механизмы, если он переживает, что у него могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства, у него есть возможность застраховать все имущество. Но это уже личная его инициатива. Конечно. Мы не можем обязывать человека нести дополнительные затраты, страховать свое имущество. Но если с ним что-то происходит и с, я имею в виду, с имуществом, и с там, либо с какими-то производственными объектами, значит, что-то происходит, он за это отвечает, и в соответствии с понесенными потерями он должен осуществлять возврат в бюджет. Есть ли какие-то условия нарушены, есть ли, значит, пропала техника, что-то с ней случилось, сгорело или так далее. Он должен вернуть средства пропорционально. Без каких-то там процентов просто именно эту сумму? Нет, есть формула, конечно, есть формула за пользование деньгами. Это очень там долгий разговор, там это все высчитывается. А, то есть не все так просто. Если он не осваивает средства, но не получилось, да, и осталась какая-то часть средств, она может перетекать там на следующий год, да, или он должен ее тоже вернуть? Если он все купил, но у него осталась часть средств, если он сэкономил, он ее возвращает, вопросов нет. Если он купил не все, то есть к этому бизнес-плану, к заявке на грант прилагается план расходов. План расходов – это такая табличка, где прям раз, два, три, четыре, пять, написано все, что он собирается приобретать. Он обязан это все приобрести. Если что-то у него не получается, соответственно, бизнес-план не выполнен. Те показатели, которые он закладывал, не выполнены. Это нарушение. Но у него есть возможность внести коррективы. Их свой бизнес-план, их план расходов, есть законная возможность, потому что, конечно, мы понимаем, что это сельское хозяйство, здесь все может быть, все меняется, меняются цены, меняются обстоятельства, погодные условия и так далее. И он может два раза прийти в министерство, подать заявку на изменение своего бизнес-плана. В течение какого? В течение срока освоения. То есть это два года. С бизнес-планами помогают фермерам? Ну, не все люди ведь, сведущие в этих делах. Ну, у нас есть, опять же, центры консультирования, о которых я сказал ранее. Центры компетенции? Центры компетенции. Конечно. То есть там помогут все расписать и делать бесплатно? Есть платные услуги, есть бесплатные у них там. Если возвращаться к животноводству, то на какие виды деятельности выдаются гранты? На все ли там? Разведение поголовья или может быть еще что-то? Значит, если мы говорим о животноводстве, ну, что такое животноводство? Здесь мы должны отталкиваться именно от грантовой поддержки. Если грантовая поддержка на животноводство двоется по всем направлениям. По направлению кооперации, начинающий фермер, семейная, животноводческая. Везде есть животноводство. Но если это семейная, животноводческая ферма, то там до 30 миллионов рублей. Это, значит, молочное и мясное направление можно получить. Это приобретение спецтранспорта, техники. Это строительство каких-то производственных объектов, самой фермы. Ремонт, модернизация. Это, опять же, приобретение поголовья обязательно. Какая еще до реализации федерального проекта существовала господдержка фермерам? Своя, региональная. Какие виды? Вот все, что я перечислил, кроме сельхозкооперации, работает с 2012 года. И работает очень успешно. И каждый год мы видим большой интерес к этой поддержке. И заявки превышают в 2-3 раза. Те возможности, которые мы можем удовлетворить. Поэтому уже созданы сотни рабочих мест. Мы наблюдаем в малых формах хозяйственной рост и по молоку, и по поголовью. Скажите, а есть ли отличия в грантах, которые предполагаются, просто грант для начинающего сельхозпроизводителя и грант агро-стартап? Есть у них какие-то различия? Есть. Расскажите. Очень незначительные, но есть. Самое основное, это, если мы говорим о агро-стартапе, человек может подать заявку, когда у него еще не зарегистрирована ферма. То есть он может быть личным подсобным хозяйством, прийти, подать заявку, но в случае, если он получает эти средства и выигрывает конкурс, он берет на себя обязательство в течение двух недель зарегистрировать КФХ. В начинающем ферме это невозможно, там уже надо иметь. Второй момент. Средства в рамках агро-стартапа также могут предоставляться заявителю при условии, что он внесет эти средства в неделимый фонд кооператива. То есть тем самым агро-стартап частично развивает еще кооперацию. Неделимый фонд кооператива – это такой вот, как в народе говорят, загашник, которым они могут пользоваться, оборотные средства и так далее. Вот это такие основные отличия. По сельхозкооперативам. Там какая-то персональная господдержка для них существует? Что вы имеете в виду персональная? Не в рамках федерального проекта, а региональная поддержка для стимуляции. Конечно, я об этом сказал, что у нас помимо регионального проекта есть две грантовые поддержки, сказал ранее, значит, на действующие кооперативы и начинающие. Начинающая кооперация работает только за региональные средства. Кооператив может получить до 30 миллионов рублей. Очень популярная грантовая поддержка, которая, как я сказал, стимулирует, очень сильно стимулирует рост кооперативов за счет того, что они могут получить эти средства на развитие своих перерабатывающих мощностей. У них появляется стимул на самом деле объединяться, объединять свои усилия, приходить со своими проектами и получать возможность работать, финансироваться. Фермеры имеют право закупать оборудование любого и любого производителя, в том числе и зарубежного? Без разницы, конечно. Что скрывать, сегодня есть некоторые единицы оборудования, которые можно купить за рубежом. Конечно, нет никаких ограничений, зачем это делать. Единственное, что это оборудование должно быть новым. Приобретение БО оборудования не разрешается. Вот как. Вообще, промышленному комплексу на Кубани оказывается колоссальная государственная поддержка. Конечно. Можете, в общем, резюмировать, какая есть отдача от АПК на эту господдержку? Какие результаты, как вообще она оценивается в региональном ведомстве? Ну, я за все АПК говорить, к сожалению, не могу. А что касается малых форм хозяйствования, то мы видим, что по каждому направлению, и по мясному, и по молочному, и по поголовью идет рост. Идет рост, создаются рабочие места. Только за 2019 год, наверное, более 200 рабочих мест было создано, в том числе благодаря этой государственной поддержке, в малых формах хозяйствования. Более 10% составил рост объема производства и реализации продукции. Это очень существенный показатель. Какие у вас планы на 2020 год? Основные планы не снижать темпов. Вся господдержка, работающая в 2019 году, в 2020 году, также запланирована. Будем работать. Ну что ж, спасибо за беседу, всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»